Приветствую вас. Здесь, собственно, тот же вопрос, что был перед этим, как вам обращаю. Кто именно будет работать? И как? Не совсем понятно. Если это будете делать вы, это не получится. Если это будет делать специалист, то нужно больше информации. Сейчас этой информации практически нет. Вот. Поэтому постановку вопроса, с чем можно поработать и где поискать причину, немного странно, потому что не так важна причина. И я скажу, наверное, страшную вещь, но не так важна работа с этой причиной, например. Как важно видеть, что конкретно вы делаете, что приводит к тому, что появляются третьи лица и вмешиваются. Что конкретно вы делаете. Во-первых, на третьих лиц повлиять вы не можете. Особенно если это человек с некоторым прошлым, или человек, у которого есть родные, вряд ли вы сможете этому помешать. Но здесь нужно не удовлетворить, какие именно третьи лица появляются. О ком бы говорить, если это бывшие, например, живые, науру вы пишите соперницы, препятствия. Если родственники, общественные мнения, обстоятельства какие-то, это другое. Вот, путать эти вещи, на мой взгляд, нельзя. Дальше. С нашествием мы говорим про соперников. Это означает, что вы выбираете мужчин с определенным прошлым, в первую очередь. Это вопрос к вам. Хотите ли вы этих самых мужчин выбирать с прошлым. Потому что, если у мужчины есть прошлое, то, скорее всего, там будут эти самые третьи лица. Поэтому здесь или не выбирать мужчин с прошлым, или смотреть в большей степени на себя. Как смотреть на себя? Во-первых, на свои личные границы. Это раз, личные границы очень сильно важны. И второе, это уверенность в себе и, скажем так, некое, знаете, сравнение. То есть, вот, конкуренция, восприятие конкуренции. Это то, что прямо очень сильно может задевать человека. Если вы не привыкли, например, отстаивать свои личные границы. Но, сомневаетесь в себе, а это, как правило, взаимосвязанная история, то вот вам болезненное восприятие соперницы и препятствия. Следующее, это страхи. Страхи, зачастую, являются производными от наших желаний, поэтому здесь история такова, что, если вы чего-то боитесь, то будете переносить то, чего вы боитесь в реальный мир. Если вы боитесь соперниц, то, соответственно, вы будете брать таких мужчин, у которых будут эти самые соперницы. Потому что страху требуется подтверждение, вот, подтверждение именно того, что он реален. Если этого подтверждения нет, то человеку, мягко говоря, не по себе становится. Вот, ну, то есть, постоянно тревога присутствует. А в тревоге человеку, конечно, очень тяжело. Вот, ну, потому что, там, постоянное напряжение атак. Несмотря на то, что соперница вроде как напрягает, но, несмотря на это, все равно, определенность какая-то есть. Вот, то есть, ну, ну, понятно, плюс-минус чего ждать от нее. Как-то так, как-то так. Я бы ответил вам на вопрос, который бы задается. Вмешиваться. Значит, любое вмешательство – это, как я уже сказал, нарушение личных границ. И проблемы, следствие проблем с ответственностью. То есть, если у вас нет границ вашей ответственности, вот, например, недостаточно личной ответственности для того, чтобы комфортно себя чувствовать, то будут смешиваться другие люди. Да. Это правда. Почему они это будут делать? Потому что вы даете им такую возможность. И все. Да. А других причин, в принципе, нет. Не давали бы такую возможность людям. Ну. Все было бы в какой-то степени лучше. Важно понимать, в какой-то степени лучше. Не во всем. Вот. Вот. Примерно. Так я бы ответил вам. Ну, с точки зрения, именно психологии, с точки зрения, именно психотерапии. психотерапии. Вот. Конечно, еще можно говорить про то, то, насколько вы, например, цените себя. Ну, то есть, чувствуете ли вы свою ценность? свою значимость. Чувствуете ли вы как раскрываетесь? например, будучи женщиной. Или другом. Или сотрудником. это очень важно. То есть, получается, что эти люди, которые появляются и вмешиваются, они, получается, оспаривают вашу ценность. Вот в чем проблема. Как мне кажется. вот то, что могу вам сказать. На этом все. Надеюсь, помогу вам. Буду благодарен за обратную связь по моему обведу. Это позволит вам начать работу над собой первичную работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что все ваши проблемы будут разрешены.